Собачка Лайза. Ночь прошла, а утро подарила спокойствие. С наступлением утра в сельском мини-приюте Людмилы Чернецкой понемногу начали рассеиваться страхи и переживания, связанные вчерашними неприятными событиями. Ночь была тяжелой и долгой. Казалось, она не закончится никогда. Лайза всю ночь плакала. Бедняжка не знала, как улечься. Она полностью отошла от аркозы, но ей по-прежнему больно. Девочка не понимает, что с ней происходит. Зашитые раны болят. От еды пока отказываются. Постоянно лежит. Утром аккуратно сходили на улицу и сразу домой. Больно смотреть на малышку. Так получилось, что весь октябрь у нас был полон трагических событий. Но вчерашнее происшествие просто выбило основательно меня из равновесия. Я сильно испугалась. Это было неожиданно и страшно. Но, слава богу, понемногу все налаживается и скоро мы обо всем забудем. Мы лечимся и, надеюсь, скоро Лайза будет здорова. Нам прописан антибиотик. Гептрал и к вам метел. Говорит о своих мыслях и чувствах волонтер. Я в шоке. 3000 стерилизации, 2200 рана и 1200 такси. На яичнике еще были кисты. Их сразу удалили. У меня голова идет кругом. Я вообще не знаю, за какие средства дальше жить. Только отдала 3300 и 3200 и купила немного продуктов. И опять 6400 должна. Надо будет еще раз сдать анализ. Сильно увеличена печень. Сейчас я уже просто не смогла еще 900 рублей пруссовать. Говорила вчера волонтер сразу после операции. Все к одному. Но если посмотреть, то может и хорошо, что существенно простерилизовали чуть раньше. Так бы оно там, я так понимаю, могло прогрессировать. Ранка на лапке, конечно, просто ужас. Выглядит очень страшно. Как после аварии какой-то. Я уже говорила, это, наверное, самая несчастная собака. Уже отошла от наркоза. Плачет бедняжка. Ветеринар сказала, без обезболивающего. Еще надо покупать гиптрал и кваметил. В общем, целый букет. Первое, как вы понимаете, для печени. А второе, для поджелудки. Но у нее же проблемы после энтерита. Опять переводить на корм надо. Говорит о том, как поддерживать собачку волонтер. Спасибо ее бывшему хозяину, кто так собак разводит. А главное, безнаказанно. И он же на этом не остановится. Пожалуйста, друзья, нам по-прежнему нужна помощь. Я осталась должна за операцией. Надо купить препараты. Наши заканчиваются. Я использую пока те, что остались от Василька. Пожалуйста, помогите. Обращается ко всем Людмила Чернецкая. Спасибо. Спасибо.